Цикорий. Что определяет пользу цикория? Какими положительными качествами он обладает? Как используется? Когда может принести вред? Смотрите видео до конца. Расскажем о пользе и вреде цикория. Цикорий – это многолетнее травянистое растение, растущее повсеместно. Многие считают его сорняком, ведь его голубые цветки можно увидеть в полях, на опушках леса, вдоль дорог. Однако это растение использовались целебной целью еще в Древнем Риме и Древнем Египте. Можно приготовить лечебные средства их цветков, листьев, стеблей, но самым ценным по содержанию полезных веществ является корень. У травянистого растения корень может вырастать до 10-12 метров в длину. Он идет на приготовление напитков, заменяющих кофе. Из него изготавливают растворимый порошок, применяют в лечебных целях. Что определяет пользу цикория? Польза любого продукта определяется его составом. Цикорий содержит инулин – натуральный полисахарид сладкого вкуса, который создает в кишечнике благоприятную среду для микрофлоры, способствует оптимальному пищеварению, улучшает усвоение необходимых полезных и питательных веществ, стимулирует очищение кишечника, устраняет запоры. Минералы, среди которых выделяются в количественном отношении калий, необходимый для правильной ритмичной работы сердца и железа, помогающие поддерживать необходимую концентрацию гемоглобина, переносчика кислорода. Витамины группы В, способствующие укреплению нервной системы и помогающие кроветворению. Аскорбиновая кислота – залог здоровых сосудов и сильного иммунитета. Полезные жирные кислоты, укрепляющие оболочки клеток и помогающие работе головного мозга, контролирующие концентрацию холестерина. Незаменимые аминокислоты, требующиеся для построения нужных организму человека белков. Пищевые волокна, выводящие токсины и шлаки, регулирующие интенсивность метаболизма. Перечислена только малая часть полезных ингредиентов, содержащихся в цикории. В растении содержатся также другие биологически активные вещества, что делает его необычайно полезным и способным оздоравливать организм, нормализовать обмен веществ, даже противостоять некоторым заболеваниям. Перед продолжением видео приглашаем подписаться на канал. Хотим быть полезными каждому, кто нас смотрит, и вовремя сообщать о новых выпусках. Какими положительными качествами обладает цикорий? Имея довольно богатый состав, цикорий оказывает всестороннее влияние на организм человека. Борется со стрессом и возбуждением центральной нервной системы, способствует хорошему настроению, помогает сохранить на высоком уровне умственную работоспособность, память и сообразительность, стимулирует обменные реакции в организме, регулирует уровень глюкозы крови, угнетает аппетит, приводит к понижению массы тела, улучшает состояние при метаболическом синдроме и сахарном диабете, обладает регенерирующими свойствами, способствует синтезу коллагена, уменьшает интенсивность воспаления, тонизирует кожу, активизирует рост волос, восстанавливает суставы, нормализует пищеварение, поддерживает кишечную микрофлору, создает хорошие условия для развития нужных бактерий в толстой кишке, повышает интенсивность всасывания полезных ингредиентов и выведения токсинов, стимулирует двигательную активность кишечника, не дает застаиваться его содержимому, регулирует стул, укрепляет защитные силы организма, поддерживает правильную работу иммунной системы, стабилизируя обмен веществ, нормализует концентрацию и соотношение фракций холестерина, положительно влияет на работу сердечной мышцы, нормализует ритм сердечных сокращений, способствует снижению артериального давления при гипертонии, не дает развиться анемии, поддерживает необходимый уровень гемоглобина, обладает мочегонным и желчегонным действием, значит приводит к интенсивному очищению почек и печени, замедляет естественное старение. Напишите в комментариях, используете ли вы цикорий. Как используется цикорий? Приобрести цикорий можно в виде растворимого порошка или сухих корней. Использовать его можно в качестве заменителя кофе, потому что по вкусу напиток из цикория напоминает натуральный кофе. Если врачи запретили пить кофе, но очень хочется, то тогда приходит на помощь цикорий. Растворимый цикорий, как альтернативу кофе, можно просто заварить в чашке, либо добавлять вкусовые дополнители. На 200 мл кипятка понадобятся 2 чайные ложки порошка цикория. Напиток имеет сладковатый вкус, поэтому его можно употреблять без каких-либо добавок. Но при желании в напиток вносят сахар или мед, лимонный сок или шиповник, корицу или куркуму, свежие ягоды. Для лечебных целей приготовить напиток из цикория можно так. Если замучили запоры, желчь стала густой, появились отеки, то 15 г измельченного корня цикория надо залить 600 мл горячей воды, поставить на огонь, кипятить в течение 10 минут, потом дать остыть и процедить. Принимать по трети стакана 3 раза в день. Когда необходимо поддержать сердце, потому что отмечается сердцебиение и появились отеки, то стаканом кипятка надо залить столовую ложку сухого сырья, закрыть крышкой и укутать, настаивать половину часа. Процеженный настой принимать по 30 мл 3 раза за день. Геморрой пройдет быстрее, если трижды в день принимать по 100 мл настоя цикория, сделанного из 5 г сырья и стакана горячей воды. При кожных процессах, проявлениях аллергии хороший эффект окажут примочки с отваром корня цикория. Пропорция следующая. На 250 мл кипятка 60 г растения. Варить 30 минут. Когда цикорий может принести вред? Имея большое количество положительных качеств, цикорий может нанести и вред организму, если его использовать при следующих состояниях. Наличие непереносимости или аллергии на цикорий. Варикозном расширении вен. Бронхиальной астме, хроническом бронхите. Мочекаменной или желчекаменной болезни. Острая стадия воспалительных болезней органов пищеварения. Если есть неуверенность в том, пойдет ли употребление цикория на пользу, то прежде чем его использовать, посоветуйтесь с врачом.